всем привет вы видите это видео предыдущие два кто видел и все последующие вообще этот канал есть благодаря одному просто хорошему человеку по имени слава смотрите я поставил даже такую лампу очень мощную я ее включаю только очень редко чтобы было лучше видно это лампа это прям настоящий прожектор уличный какой-то там вот лампа над или как-то там называется вот какая-то там газоразрядная или что-то еще вот она очень мощная там 450 ватт наверное вот сейчас она только разгорается гудит ну похлеще компрессора вот это будет коротенький и скорее всего не своевременный видосик по поводу того выгодно ли разводить рыбку да хочу сразу сказать что если допустим прибыль превышает все затраты хотя бы на 1 рубль это уже выгодно да но кто-то стремится к сверхприбылям да то разведение тогда не для него намного выгодней продавать рыбу вообще очень выгодно продавать что-либо скорее всего перепродавать потому что вот допустим рыбка стоит 5 гривен да грубо говоря на опте ну я обычно продаю по такой цене ну бывает дороже но в основном пока что так и треть уходит на только лишь на корм на корм этой рыбе выходит треть стоимости я уже не учитываю само хозяйство да что нужно в это вложить я медуну аквариумы там все такое не учитывая воду свет тепло все это не учитывается намного выгоднее если кого-то этот вопрос интересует но с точки зрения бизнеса вы смотрите начало разгораться видите уже не заиграли немного другими цветами а садил сюда две меченоски просто лень была мыть и не нерестовики думаю что посажу сюда вот я думал они уже на грани но пока что держится видите стесняются боятся света рыбки такого яркого и поэтому держится здесь так вот если кто-то но ты все-таки любят очень рыбок и хочет на этом зарабатывать деньги то конечно выгоднее их продавать а не разводить но перепродавать как это коммерсант раньше да называлась или как-то по-другому вот это намного выгоднее и деньги прямо ну знаете кто любит прямо сегодня и сейчас но я вот как бы тоже из таких людей ты можешь взять рыбку за пять гривен и прям вот через час ее куда-то отвезти и продать ну по хорошему конечно в два раза дороже это нормально было бы но если ты взял за пять а продал за 8 я считаю это ну за час нормально поднялся я считаю так ладно ребят смотрите чё здесь вчера я вам показывал вот этот икру она побелела вся бедолага ну и в принципе на ну так и думал что будет но я подожду всегда она белеет очень много но лично меня укропчатых сомиков вот но все равно какой-то какая-то личиночка может появиться вот я подожду пока она появится просто сложность в том ее потом выловить знаете обычно я оставляю но если ее много я оставляю и жду пока она уже подрастет до какой-то размера чтоб ячейку сачка она не проходила можно было перелить ну аквариум через сачок и как бы отфильтровать и вот а то что я вам говорил что она вряд ли они от нерестятся они от нерестились но нерестом это не назовешь вот тут вообще мало икры но учитывая то что они сидели месяца четыре вот в отличие дани уже закистовалась мне кажется навсегда и ничего ты не сделал вот они все таки как-то там смогли от нереститься я думаю вот здесь у меня есть местечко вот это я все беру кстати сегодня этот смотрите еще добавил немного пенопласта эти еле себя заставил ладно короче дело не в этом завтра поставлю сюда аквариум литров на 35 и попробуем все-таки групповой нерест потому что мне есть самки и самцы там но я не знаю штук пять самок посадим но и самцов маленько побольше поставим и маленькую помпу может быть кинем аэрацию какую-то и посмотрим ну что-то получится или нет как она все будет происходить может одна будет давать икру другие будут сразу ее подбирать в общем не знаю ребят как она будет мы будем надеяться что все будет хорошо до нашего нам 6 инша вот смотрите уже начали плавать вот эту гупешку я когда работал на разводе ну там как бы аквариум освобождался девочки все переловили а мне саша разводчик говорит там мальки и гупешки там стук 6 или не надо носу как бы чтобы не выкидывать это давай возьму взял домой принес и вот вот это вот и оказалось я не знаю откуда она там взялось даже такая неплохая линия гупешечек вот они такие желтые не серые а желтые сразу рождаются малючек уже сразу желтый все ребятки будем прощаться не знаю такой видос какой-то получился романыч спасибо тебе огромное благодарю тебе у меня уже не один подписчик а целых 7 все спасибо благодарствую до свидания увидимся скорее всего завтра пока